Всем привет! В этом видеоуроке я хотела бы уделить внимание именно непосредственно провязывания узора совы и жгута. То есть, когда я провязывала шапочку, у многих девочек возникли вопросы, как все-таки продолжить этот рисунок и как провязать высоту вот этой шапочки. То есть, как провязать узор сова и жгута. Возникли вопросы. На самом деле, я не знаю почему, все очень здесь просто. Смотрите, я набрала образец именно одного рапорта. То есть, я начну с изнаночных, промежуточных. У меня будет вот промежуточный, изнаночный. И в конце я набрала еще две кромочные. То есть, всего я набрала 6 петелек, которые провязываются изнаночным. И 4 нашего жгута маленького, это 10 петелек. И 8 петелек нашего узора совы. Итак, смотрите, я начну. Я, получается, смотрите, высоту узор сова, вот этот рапор, состоит из всего лишь 5 рядов. То есть, смотрите, 5 рядов. Узор жгута маленького составляет 3 ряда. Объясню это как. Смотрите, сейчас я сделала повороты. Получается, поворот совы, вот здесь вот поворотик. И провязала изнаночную сторону. Жгута я провязала уже 3 ряда. То есть, я после поворачивания на левую сторону провязала изнаночный ряд, лицевой и изнаночный. Смотрите. Получается, если у нас сова состоит из 5 рядов. Ну, то есть, из 5 рядов состоит рапор. То есть, смотрите, я сделала перекрещивание, затем провязала изнаночную. Сейчас снова вяжу просто без изменения лицевыми петлями. Это у меня получается второй ряд. То есть, у меня первый был изнаночный. Второй ряд. Теперь снова. 2 изнаночные я так и провязываю 2 изнаночные. 1, 2. Теперь смотрите, жгута я провязала уже 3. Значит, у меня вот этот сейчас ряд будет считаться первым. Вот, поворот сделали. Наша спица перед работой. Поворот. Итак, смотрите, 2 изнаночные довязали. Кромочную я провязываю еще. Вы кромочную не провязываете. Итак, смотрите. Итак, смотрите. Кромочную снимаете. Этот ряд у нас считается для, вот здесь у меня петелечка слетела, для, получается, жгута маленького. Первый ряд считается, вот он он, изнаночный. После поворота это первый ряд. Для совы это уже третий ряд. То есть, вот мы сейчас провязываем третий ряд. Вы по ходу вязания, вы увидите, в чем разница. На самом деле, ничего абсолютно сложного. Лицевые, так вот и провязываем лицевые. В общем, все по рисунку изнаночной провязываем. Как всегда. Теперь смотрите. Кромочную я снимаю, вы провязываете дальше. 2 изнаночные. Здесь у нас по рисунку сова уже идет четвертый ряд. То есть, мы сейчас провязываем четвертый ряд. Мы провязали после поворота. Изнаночный, лицевой, изнаночный. Сейчас провязываем лицевой. То есть, 4. 2 изнаночные я так и провязываю. У жгута у нас пошел второй ряд рапорта. Всего второй ряд. Потому что первый ряд был изнаночный. Я вот довязала до конца. Теперь снова на изнанке мы вяжем все по рисунку. То есть, лицевые, лицевыми, изнаночные, изнаночными. Для узора жгута у нас уже третий ряд. То есть, финальный ряд. 2 лицевые довязываем. И для совы у нас это пятый ряд. То есть, чтобы вы понимали, мы сейчас будем делать поворот для совы и для жгута в одном ряду. Но из-за того, что у нас разные рапорты в высоту жгута и совы, у нас не в каждом повороте будет на одной линии. Поэтому обращайте на это внимание. Итак, сейчас мы провязываем наши изнаночные. Теперь мы делаем повороты. То есть, первые две из восьми мы оставляем за работой на дополнительной спице. Вторые две провязываем. Возвращаем, провязываем с дополнительной спицы. Затем, снова на дополнительную спицу, но оставляем уже перед работой. Следующие две провязали. С дополнительной спицы провязываем снова. Две лицевые. Теперь изнаночные провязываем изнаночными. Жгут мы тоже поворачиваем. Так как это у нас идет снова вот этот, получается, так сказать, четвертый ряд. То есть, поворот наш. Вот, мы оставили перед работой. Теперь провязываем лицевой. Я с вами провяжу два рапорта, чтобы вам было связано. И именно у вас связать можно было, как говорится, видео. Итак, кромочную снимаете. Все на изнаночной стороне по узору. Всегда у нас изнаночная сторона по узору. Но считайте, что у вас жгут пошел. Первый ряд уже провязан. Сова провязан также первый ряд. Вот он, изнаночный. Это первый ряд рапорта. После поворота. Теперь разворачиваем на лицевую сторону. Я кромочные снимаю. Изнаночные я не буду проговаривать. Я непосредственно проговариваю за наши узоры. Мы снова провязываем просто без изменения. То есть с совы у нас идет второй ряд рапорта. Идет совы второй ряд. И идет жгута второй ряд рапорта. Теперь разворачиваем наизнанку. Все вяжем по узору. Но у нас уже идет жгута третий ряд узоров. И идет третий ряд узора совы нашей. Наших восьми петель косы. Вот они наши восемь петель провязаны. Это третий ряд. Теперь разворачиваем. Так как это был всего третий ряд, то для узора совы это идет четвертый ряд. То есть мы его никак не перекрещиваем. Ничего. Это четвертый ряд. А для жгута четвертый ряд уже является перекрещиванием. Для маленького жгута. То есть мы перекрещиваем. Получается дополнительная спица перед работой. Перекрестили. Провязали лицевой. И так до конца. Изнаночный ряд у нас получается для маленького жгута первым рядом пошел всего. Но для совы это уже пятый ряд. То есть пятый ряд идет у нас для совы. Последний ряд без изменений перед перекрещиванием. Значит это идет для совы. Шестой ряд. Мы в шестом ряду делаем перекрещивание. Итак, смотрите. Первые две из восьми на дополнительную спицу за работой. Две следующие провязываем. Возвращаем к дополнительной спице. Провязываем. Следующие две оставляем перед работой. И четвертую пару провязываем лицевой. С дополнительной спицы. Третью пару провязываем лицевой. И как вы понимаете уже, то жгуты наши маленькие мы не трогаем, не перекрещиваем. Потому что это всего лишь второй ряд для жгута. Мы его только перекрещивали. Провязали изнаночную. И теперь вяжем лицевую. Теперь снова разворачивайте. Ой, как-то у меня так получилось на разных спицах. Провязала на дополнительную, видимо. Итак, смотрите. Вы провязали, получается, сейчас два рапорта. Давайте я с вами начну третий, чтобы вы не запутались. Снимаем кромочную. Все по рисунку. Смотрите. Сейчас у нас идет третий ряд для жгута маленького. То есть последний. И для совы у нас идет всего лишь первый ряд. То есть первый ряд без изменения вяжется. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Без изменений. Повернув на лицевой ряд, мы снова кромочную снимаем, две изнаночные. Это у нас пошел только всего лишь второй ряд совы, который вяжется без изменений. Второй ряд. Две изнаночные. А для жгута это пошел уже ряд для перекрещивания. То есть смотрите, здесь в узоре сова рапорт высоту составляет пять рядов, которые вяжутся без изменения. То есть лицевые лицевыми, изнаночными, изнаночными. И с одной, и с другой стороны. Для жгута три ряда. То есть вы вяжете поворот. Это у вас считается как бы нулевой такой ряд. Скажем, будем считать начальный ряд. И затем после него вы вяжете три ряда без изменения. То есть лицевые лицевыми, изнаночными, изнаночными. А на четвертом ряду, вот как сейчас, мы, я вот вам покажу, как можно без дополнительной спицы. Вы снимаете все петельки. Вот. Одеваете сначала две первые, а затем две последние. Если вам так будет удобнее, а затем все лицевыми. Если вам так будет удобнее, перекрещивайте так. Это очень просто, но это уже делают как бы более опытные вязальщицы. Для начинающих это как бы, ну, считается сложный уровень почему-то. Вот. Ну, в общем, смотрите. С собой мы провязали с вами два ряда всего просто, то есть без изменения. То жгут мы уже повернули. Сейчас у нас получается на изнаночной стороне жгут будет первый ряд всего лишь, а сова будет уже третий. То есть и так далее. Вы вяжете, вяжете, здесь у вас пять рядов провязано, вы делаете перекрещивание. Здесь три ряда провязано, три ряда перекрещивание. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Кому непонятно, перематывайте видео с самого начала и вяжите вместе со мной по вот этому примеру. Итак, таких рапортов вы должны провязать, насколько у вас находится на шапочке по вашим расчетам. Либо по моим расчетам, я вам сейчас скажу, сколько. Один, два, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть таких рапортов, то есть вы шесть таких образцов должны провязать на шапочке у себя. Я надеюсь, что все-таки я вам объяснила. Кому непонятно, я надеюсь, что вы по перемотке видео, по ходу действия, вы поймете, как вязать все-таки. Я очень на это надеюсь. Все-таки я думаю, что я вам помогла. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем равных петелек. Пока-пока. Пока-пока.